Программное обеспечение для GNU Linux Программное обеспечение для GNU Linux Потому что раньше я так не делал, как я собираюсь сейчас сделать Потому что я решил отказаться от домашнего задания в стиле Давайте сделаем свой собственный инсталлятор По причине того, что инсталлятор под Linux это большая редкость И не относится напрямую к той теме, которую я сюда приношу Инсталлятор под Linux Это все-таки нужно для какого-то совсем стендалон приложения Которое не войдет в состав дистрибутива И поскольку это как раз с моей точки зрения редкость Изготовление таких приложений, которые потом никуда не войдут Их надо как-то со стороны притаскивать С одной стороны редкость А с другой стороны у такого рода разработки Есть определенные характеристики, определенные дисциплинарные требования Которые совсем не равны тому, о чем сейчас я буду говорить Или по крайней мере показывать То все это объять одновременно невозможно Так что мы с вами установщиками Или какими-то стендалон Формированием стендалон систем дистрибуции для Linux Не будем заниматься, просто времени не хватит Ну там есть несколько всяких снапы, апимиджи, вот это все Прежде чем я перейду к какой-то практической части Которая, значит, не совсем практическая А вполне себе демонстрационная Но она, по крайней мере, связана с практикой Я хочу немножко поговорить о бла-бла Последние лекции, самое время говорить Без необходимости давать на это домашнее задание Тема у нас установка и пакетирование И я, наверное, покажу установку Как раз в процессе изготовления пакета Там мы все это увидим, как это делается Поэтому мы начнем с пакетирования А чтобы начать с пакетирования и рассказать про пакеты Надо сделать еще один шаг назад И объяснить, почему вообще Как там у Канта Как возможны априорные синтетические суждения Как возможно вообще составление дистрибутива Linux Почему оно возможно Мы с вами, например, не знаю, как сейчас А довольно много лет подряд Процветала такая штука, как сборники Все для Windows такие программы Идешь в моей, так сказать, молодости Это было прям норма Идешь на какую-нибудь горбуху, покупаешь сидюк На этом сидюке все для Windows Ну какое-то там все непонятно, какое оно все Но главное, что все умещалось тогда на один сидюк И потом приходит эксперт Из отдела управления борьбы с экономическими преступлениями И говорит, что тут на несколько миллионов рублей Вообще-то вот такое Значит, почему все, что мы говорим про Linux Не относится к сфере деятельности Управления по борьбе с экономическими преступлениями Основания Это первая половинка основания А вторая, почему это становится возможно чисто практически Первая половинка основания Почему вообще возможно свободная дистрибуция Это свободное лицензирование У нас сегодня не хватит времени на то Чтобы это практически пол лекции Можно говорить про то Как устроены свободные лицензии Какие они бывают Какие они права предоставляют и так далее Поэтому я ограничусь очень кратким конспектом Вы можете порыскать по Unix Там очень много было курсов В которых я долго говорил на эту тему Свобода лицензирования Регламентирует довольно много разных свойств Программного обеспечения Но нас с вами интересуют в первую очередь Условия его дальнейшего распространения На каких условиях пользователь Или со-разработчик Человек, который решил модифицировать исходный текст Получает этот исходный текст на руки И когда речь идет о свободных лицензиях Всех без исключения свободных лицензиях Все, что называется free software Free open source software В этих лицензиях обязательно Да, кстати, понятие лицензии Это вполне себе валидная юридическая штука В том числе и в российских реалиях Поэтому тут все хорошо Свободная лицензия обязательно должна включать в себя Четыре пункта Изобретенные Ричардом Мэтью Столманом Автором, собственно, самого понятия Free license Суть следующая Пункт номер ноль Это право на использование программного продукта Это право, кстати, гарантировано нам конституционно У нас нету Смею надеяться, все еще нету Хотя, кто знает Принуждение к действию в конституции То есть, если вы получили на руки Некий инструмент Вы имеете право им пользоваться Без каких-либо ограничений Второе право Ну, право номер один Это право на изучение и модификацию Этого исходного Этого программного обеспечения И в нашем случае Право на модификацию Достигается доступом К исходному тексту Программного обеспечения На тех же условиях На которых вы получаете бинарник Вот По-другому, конечно, довольно сложно его модифицировать Нормально И препятствия к этой модификации Расстанются как нарушение этого права Вот Пункт номер два Это право на дальнейшее распространение Без каких-либо ограничений Свободное лицензирование Говорит вам о том, что Софт, который вы получили Вы можете распространять дальше И, наконец, главное И единственное, что служит основанием Для организации бизнеса Вокруг всего этого безобразия Это Неограниченное право На распространение модифицированных версий При этом Обратите внимание Что, например, копирайт Или право на имя Или что-то такое Что, например, по российским же законам Является неотторжимым Естественно, никуда не отторгается У произведения есть автор А вы как бы соавтор Вот это все Но главная фишка свободного лицензирования в том Что, если вы улучшили какую-то программу Вы имеете право Совершенно не сообразуясь Не связываясь с исходным автором В дальнейшем распространять Вот эту улучшенную программу Именно это Право номер три Является основанием Для составления дистрибутивов Linux Как сборников Свободных программных продуктов Потому что, как мы увидим дальше Любой свободный программный продукт Входящий в комплект дистрибутива Скорее всего, как-то модифицирован Любой Обратите внимание Что свободное лицензирование Не предписывает Не то, как именно вы будете Эти изменения вносить Например, я могу навесить На лицензию требование Что изменения должны распространяться Отдельно от ванильного исходного текста В виде патчей И это соответствует свободному лицензированию Как ни странно То есть вы не можете Не лазайте грязными своими ручонками В мой чистый код А кладите рядом патчи Бога ради Собирайте из отпатченных бинарники Это вы можете Да, вот только вот Пожалуйста В тот файл, где я написал Что я его написал Не кладите своего кода А то все подумают Что ваш гадский код написал я Такое можно Вот Ничего не сказано про деньги Вообще Вы можете это продавать Бога ради Если ваш программный продукт Распространяется под свободной лицензией Никто не запрещает брать деньги ни за что За продажу копий За услуги За что хотите Вот Единственное, что вы должны понимать Что поскольку Вы предоставляете доступ к исходному тексту То если вы будете брать слишком дорого У вас найдутся конкуренты Которые будут брать за то же самое дешевле Вот и все Вот Нигде не сказано А я тоже говорил Про передачу исключительных прав Да Исключительные права остаются у автора Как правило Особенно это важно в российских Опять же законах Или похожих на них Где Некоторые права просто неотторжимы Если бы там требовалось передача исключительных прав Вот Кстати, имейте в виду Что по четвертому закону Федерального законодательства Нет такого в России сейчас Положения дел Как исключительные права работодателя На авторский На производный продукт Созданный даже в рабочее время Если вы черным по белому Не написали кабальное соглашение Не передали права на Ваше произведение Работодателю В договоре о найме Вот если вы подписывали Передачу всех прав Вот А если вы не подписывали То по умолчанию Вашему работодателю Передаются Все неисключительные права То есть Дальнейшее распространение Вот все то Что не связано с копирайтом Плюс Право на ту копию Которую вы ему отдали Да Вот вы там Написали программу Запушили там ее В чью-то репу Корпоративную Вот то что там лежит На нем На него есть права Но ограничить Скажем вам права На распространение Где-то налево Этой штуки Можно только Заключив с вами Специальное соглашение Такие вот интересные Штуки В российском законодательстве Автором их Является Председатель Совета Директором компании Базольт СПО Алексей Смирнов Ну точнее Консультант Вот Кажется Авторство там Нигде Вот У этой схемы Есть один Недостаток Для организации Именно бизнеса На базе Свободного программного Обеспечения Который связан с тем Что Здесь ничего не сказано Также и на то Под какой лицензией Будет Распространяться Модифицированная версия Например Эта лицензия Может быть Проприетарной То бишь закрытой Может Разрешительная лицензия Четырех Клаузная Свободная Вполне Разрешительная лицензия Вполне Разрешает Распространение Производного продукта С изменением Требований лицензии В частности При превращении Его в несвободный Как вы думаете Работает TCP и IPStack В Windows Это же такая Известная история Что В Windows TCP и IPStack Работал отвратительно Потому что Они его писали сами Потом они Сдались Взяли его из BSD Вот И все Заработало хорошо Понятное дело Что они его потом Тысячу раз переписывали Но вот История такая была Вот Бездичная лицензия Разрешительная Позволяет все Вот это Поэтому Если вы Особенно если вы Небольшая Небольшая компания И вам очень важно Чтобы ваш код Люди которые Зарабатывают На вашем коде Ведут бизнес Возвращали Возвращали Свои наработки В том числе И вам Ваша комьюнити И даже не компания Комьюнити Чтобы Например Обеспечить Приток Членов Вашего сообщества Тупо Вот Есть еще одна штука Она называется Копилефт Копилефт Это на самом деле Свободная лицензия Которая требует Сохранения Всех Свобод Предоставляемых Свободной лицензии Все То есть Классический копилефт Это четыре этих пункта Плюс требование Пятый пункт Требование сохранять Эти четыре Эти же самые четыре Нет Все пять Плюс требование Сохранять все пять пунктов При дальнейшем распространении Вот и все Самый простой способ Не менять лицензию Вам приехал ГПЛ От вас уехал ГПЛ Самый простой способ Естественно Можно сделать какую-то Другую лицензию Но все пять пунктов В ней должны присутствовать Точка Пропилитарную конечно нельзя Но вы можете там Что-нибудь такое ограничить Например Вставить туда Ту самую Не трогайте мои Чистые исходники Своими грязными руками Распространяйте Патчи Бога раки Вот Или наложить Какие-то Локальные Законодательные Штуки Которые Без которых Вас посадят Если вы будете Спортировать Не знаю Ну что-то такое Вот Вот видите Даже на самом деле Семь пунктом Все Что это значит Это значит Что свободно Лицензированный Софт Можно Собирать В Такие вот Репозитории Публиковать Репозиторию Публично Дорабатывать Этот софт До того Чтобы он Хорошо работал В рамках Репозиториев И вместе Все эти Программные Продукты Вместе Работали Хорошо Называть Дистрибутивом Линукс И распространять Дальше Именно так Все это Устроено В действительности Второе Основание Для открытой Разработки Это Для Свободной Дистрибуции Это Сам способ Разработки Открытый Потому что Открытая И закрытая Разработка Очень сильно Отличаются Друг от друга По своим Целям И по тому Кто в ней Может участвовать Да Закрытая Типичная Разработка Закрытая Это вы Подписываете НДА И там Значит Вот Своей узкой Компанией Чего-то Хреначите Никому не показывайте Под страхом Увольнения Штрафов И всего остального Потому что Индей Открытая Разработка С точностью Наоборот Если наша цель Просто Сама разработка Качественного ПО То Вообще-то Главная задача Которую мы можем Решить И тогда Процветать Это Привлечь Как можно Больше Специалистов К разработке Самых Из всех Как сказать Уголков Земного шара Да Вот Чем больше народу Будет участвовать Проявит интерес К нашему проекту Тем больше у нас Будет Коммитеров Тем больше у нас Будет Разработчиков А не до бог Пойдет еще кто-то Реально там Крутой Ну вообще Взлетим А если придет еще Которая Компания Которая Это понадобится И вложится Денежками Пожалуйста Вот вам Вполне себе Бизнес Ну вот Поэтому Открытая Разработка Базируется В первую очередь На привлечении И дополнительной Мотивации Сообщества К участию В этой разработке Значит Что для этого Важно Важно Чтобы выход И вход Был очень простой Чтобы любой человек Мог принять Участие В разработке Не ограничивать Его никакими Странными требованиями Подписывать Что-то Что-то Куда-то Вот это все Вот И так же Чтобы он мог Так же свободно И выйти Чтобы не было Какой-то Клятвы крови Что если ты Подписался Комитить Теперь будь добр Комитить А не будешь Комитить Мы тебя покроем Позором Нет Если человек Говорит Ребята Извините Я тут получил Офер На фуллтайм В контору Которая мне не позволит Заняться Опенсорсом Ему товарищи говорят Мужик С тобой было клево Работать Надеемся Что ты к нам Еще вернешься Спасибо Дорогой Вот Значит Ну там есть В разные штуки Например Вы отказываетесь От собственного копирайта В пользу кого-то Вот Ну это вот Смотрите на это Вот Значит Что кстати В случае копилефта Небольшая проблема Как вы понимаете В общем Следующая важная Задача Привлечения сообщества Это создание Хорошего информационно-технического Пространства С одной стороны Всякая документация Вики Форумы Чатики Канальчики Чтобы комьюнити Могло информационно Друг с другом Взаимодействовать Так сказать Неформально С другой стороны Собственно Техническая часть Это еще трекеры Бокзилы Всякие Вот гнацы И прочее Да И это инструмент Для сборки Программных продуктов Пакетов О которых мы еще сегодня поговорим То есть Комьюнити Люди должны Идти в комьюнити Как бы хотеть Идти в комьюнити Потому что им там Предлагают Во-первых Комфортную Ну условно комфортную Среду информационную Где можно пообсуждать Порешать Спросить совета И так далее Да А с другой стороны Еще и технические Какие-то возможности Да Вот не у себя дома На ноутбуке собирать А запушить Соответствующие репозитории Тебя бы сборочница Это будет собирать Ну такая И сборочница Таких ноутбуков Не делают Как обычно У комьюнити Сборочница Еще одно важный момент Открытой разработки Стоит в том Что если ваш проект Разрабатывается По открытому принципу То его использование Под свободной лицензией Это большой бонус Чем больше людей Будет пользоваться Вашим проектом Тем А У вас больше Бесплатных тестеров Б Людей Которые потенциально Захотят стать Соавторами Потому что им захочется Реализовать какую-то фичу А у вас на это Времени нет В Больше технический потенциал То есть Чем больше народу Тем устойчивый проект Проект из одного человека Может превратиться В проект из нуля Человек Очень легко Проект из ста одного человека Может превратиться В проект из ста человек Понимаете Вот Поэтому К этому главный 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 Так сказать Инструмент Бонус От распространения Это свободный лицензир Поэтому эти две темы Как вы видите Очень связаны Вот Немалую важную роль В формировании Сообщества Вокруг программного Обеспечения Играет дисциплина Разработки Которая в первую очередь Должна быть нацелена На вот таких вот Непонятно чем Мотивированных людей Да В вашем сообществе Долиняку не все люди Занимаются разработкой Потому что они Оголтелые фанаты Того чего они разрабатывают А есть еще люди Которые на этом Реально делают деньги А есть еще люди Которые просто учатся А есть еще люди Которые Ну не знаю Там делают это Просто ради отдыха В свободное время Или которые хотят Изучить область В которой этот инструмент Или это вообще Люди из предметной области Вот Мой любимый пример Софт для сопровождения Фермы по разведению ежей Может быть это ежеводы Которые вынуждены Вынуждены Значит еще немножко Программировать Или переводить Или что-то такое Да Это все ваши люди Но Им должно быть удобно Первое Что Почти всегда Бывает необходимо В таких случаях Это Дис Распределенная система Контроля версий Типа ГИТА Чтобы Чтобы не было Вот этой централизованной Штуки В которой Который где-то хостится И вы туда коммитите И вот Если туда нельзя Еще какие-то права Ну вот это вот Вся ерунда ДВЦС Во-вторых Каждому конкретному члену Должно быть С этим С этой дисциплиной Удобно Но в-третьих И это Last but not least Совершенно не обязательно Это последнее из требований Может быть оно первое Всему сообществу Тоже должно быть удобно Дисциплины Обычно устроены так Рациональная часть Дисциплины разработки Что удобно сразу всем Понятное дело Что какие-то маргиналы Начинают мычать Что им неудобно Но Всем мил не будешь Наша задача Сделать так Чтобы сообществу В целом было удобней С этой дисциплиной Чем без ней Вот это вот Отличает Открытую разработку От Разработки закрытой Где как правило Дисциплина разработки Это Все-таки Произвол Лида Ну или кого-то такого Да Потому что на нем Вся ответственность И чем ему удобнее Тем эффективнее Получается Да В случае Как бы Свободно приходящих Выходящих людей Так не работает Ну вот Вот такие основания Да Первое основание Позволяет нам Собственно Сделать этот сборник Свободный Потому что Лицензии позволяют Второе основание Открытая разработка Позволяет нам Участвовать в этой разработке И делать Сам бизнес Сам процесс Разработки Программного обеспечения Эффективным Вот И это в общем Можно Ну Меняет времени Про это говорить Но это в общем Исторически По-разному Развивавшиеся процессы Да Каких-нибудь 20 лет назад Было не так Потому что Интернеты были Не настолько связаны Да Вот А теперь Ну любой человек Сел там На гитхапчик И давай Вот там Кунами закоммитить Может Да Вот Ну вот Что такое Дистрибутив Дистрибутив Операционной системы Это комплект Некоторых То, что называется Пакетов Про пакеты Мы сейчас тоже Очень коротко поговорим Которых В одном дистрибутиве Порядка нескольких тысяч Давайте, кстати, посмотрим Сколько их тут у меня Что тебе не нравится А Минус А Минус Куа Вот На этом конкретном Ноутбуке Стоит Порядка Пяти тысяч Пакетов Ну реально Правда Я туда Вставил все подряд Там много всего стоит Но и тем не менее Да, нескольких тысяч Вот Сообщество Которое все это разрабатывает Поскольку Все эти пакеты Установлены Из В данном случае Вообще одного Репозитория Поскольку это Альт Линукс У нас нет такой штуки Как куча разных Плохо зависимых Друг от друга Репозиториев То, что эти пакеты Работают вместе В первую очередь Гарантируется Что автором у них Являются члены Одного и того же сообщества Которые связаны Общей дисциплиной Разработки А также В том, что эти пакеты Взяты из единого Репозитория А мы сейчас увидим Что репозитория Это не простая совсем штука Это не просто склад Это не просто Сборник Это гораздо более Сложный инструмент О котором Не то, что за одну лекцию Ты не расскажешь Там целый курс Надо рассказывать Вот Мало того Мало того Эти пакеты Возможно Еще и как-то Дополнительно Тестируются Например Если есть какая-то Контора Компания Которая зарабатывает На этом репозитории У нее есть свои тестеры За деньги Которые Там Какой-то тест-план Вот Дальше Значит Есть какой-то Инсталлятор Чтобы этот Дистрибутив Воздвигнуть На произвольный На произвольный Компьютер Вот И возможно У понятия Дистрибутив Есть какая-то цель Да Это не просто сборник Это сборник для чего-то Да Вот мы знаем Что есть там Универсальный дистрибутив Debian Который нужен Для того Чтобы просто Развернуть Операционную систему А есть какой-нибудь А прости господи Калий Линукс Который сделан На базе Дебиана Но ради того Чтобы заниматься Всякими вопросами Безопасности Да Вот Или там Ну не знаю Вот у нас например Есть Хранилище Под названием CZIF Репозиторий И некоторые дистрибутивы Которые изготавливает Компания Базальт СПО Конкретно На базе этого хранилища Отнюдь не без помощи Сообщества Разумеется Но Это Дистрибутивы Которые делает компания Они прям Вот там Есть десктопные дистрибутивы Серверные Сервер виртуализацию Решают конкретные задачи Да Коммерческие В том числе Это понятие Дистрибутив Теперь понятие Репозиторий Очень коротко Повторяю На тему репозитория Можно несколько лекций Прочесть А мы как бы Пытаемся уложиться В 10 минут Главное значение Конечно Это Что Это сборник Да И какие-то инструменты Доставки Значит Вот где-то там Лежат ваши пакеты Их можно взять И как-то вот Оттуда сюда поставить Да Не надо там Скачивать Разворачивать Компилировать Вот этого всего не надо Просто нажимаешь Какую-то кнопочку К вам пакет Приезжайте И ставьте Вторая важная часть Репозитория Это сборочница Сборочница Это инструмент Который позволяет В изолированной Чистой среде Собирать вот эти пакеты Из исходных текстов Ровно заниматься тем Сисфайвенит Или то и другое Чтобы Ну и так дальше И так дальше И так дальше Тестов Их в общем Очень много Таких Вот Ну и какие-то еще Тесты при сборке Тоже могут запускаться Дополнительно Мы об этом тоже В конце поговорим Вот Интеграционный А нет Ну почему же Вот же они А нет При сборке При сборке Тестов Теперь значит Еще одно важное Свойство репозитории Это интеграционное Тестирование То есть Проверка Каких-то Свойств пакетов Которые у вас Как у монтейнера Как у сборщика Этого пакета На вашей машине Если бы вы собирали Были бы просто Невозможны Эти свойства проверить Вот Например Наличие зависимости На существующие Версии Существующих В репозитории Пакетов Вот вы собрали пакет А он требует Библиотеку Такой версии Которой в репозитории Нет Не надо Такой пакет Помещать в репозиторию Его нельзя будет Поставить У него зависимости Не удовлетворены Да Вот например Репозиторий Сизиф Ну и разумеется Все репозитории Платформа В сообществе Альтлинук Стим Устроен таким образом Что туда вообще Нельзя поместить Никакой новый пакет Который нарушает Приносит Новые анметы А с учетом того Что сейчас их там Ноль Анметы Вы не сможете Вообще Собрать пакет Который Имеет Неудовлетворенные Зависимости Да Вот Или например Еще интересная штука Все библиотеки И все бинарники Которые используют Библиотеки В рамках всего Репозитория Хранится Одна огромная Таблица Предоставляемых Символов Этими библиотеками И вы когда Собираете Новую библиотеку Тест проверяет А нет ли там Какой-то Деградации Может быть Вы собрали библиотеку У него Сунейм тот же самый Ну потому что Авторы не умеют Сунейм Но они взяли И удалили Какие-то символы Это нехорошо Или меняйте Сунейм Тогда И пересобираете Все пакеты Заодно Можно проверить А нет ли пакетов Которые конкретно Требуют Этот символ Из этой библиотеки Которые удалили И тогда будет Тогда будет Анмет Вот То есть Ну и так дальше Файловые конфликты Два разных Монтейнер Собирают два разных Пакета А файл Там называется Бинарник Называется одинаково И так дальше То есть В рамках репозитория Происходит довольно Серьезное тестирование На совместимость Этих программных продуктов И стало быть Из этого гораздо проще Собрать дистрибутив Вот На чем я рассказ Про репозиторию Останавливаю Ибо еще раз повторяю Нет нас на это время Да Последняя лекция Чуть больше разговор Про пакет Потому что Мы будем сейчас Собирать пакет Правда Исключительно В демонстрационных целях Научить собирать пакеты Вас За полчаса Я не берусь От слова вообще Потому что Этому посвящен Целый курс Который я очень давно Не читал Хочется конечно Его прочесть Который так и называется Сопровождение пакетов Линукс Вот И там будет Немножко про разработку Но мы будем уже Примерно думать Что разработкой Мы умеем заниматься Потому что мы Этот курс закончили Вот А все больше будет Про структуру репозитория Вот про все вот это Вот Что такое пакет Пакет на самом деле Это То самое Что мы с вами делаем Когда говорим Конфигуре Make, Make, Install То бишь Некоторый комплект Файлов Который куда-то Раскладывается В каталоге Наши файлы систем Просто архив Однако Поскольку мы должны Уметь устанавливать Пакеты И удалять их То помимо Раскладывания Файлов в архив Есть еще Регистрация Регистрация Какой файл Куда положился Чтобы потом Его можно было Тупо удалить Сказать Раскладывание Что он настроил сервис Потом обновился пакет И туда бряг на место Настроенного файла Чистый Старый Чистый Новый Не настроен Надо какую-то Более хитрую дисциплину Да Вот в случае Если файл Помечен Конфигурационный Например Новый файл Кордется рядом С расширением .rpm.new А дальше Админ глазками Сравнивает Что он там Такой на админил И в чем разница Вот Ну или там Файлы призраки Которых при установке Нету Но они могут завестись И при удалении Их надо удалять И так дальше И так дальше То есть Если уж мы пошли На регистрацию Файлов нашего архива В системе То эта регистрация Может быть больше Чем-то большим Чем просто перечисление Например Эктипизация Дальше больше Пакет Это еще и установочный Идеоустановочный Сценарий Например При После того Что мы Развернули Архив В составе Значит Нашей операционной системы Надо еще Кое-какие Shellскрипты Позапускать Ну самый типичный Shellскрипт Это Ну не Shellскрипт А установочный сценарий Это вы установили Библиотеку И вообще-то Надо LDConfig Перезапустить Чтобы в вашем Кэше Этих самых Обновить Кэш Разделяемых библиотек Если вы не запустите LDConfig Вы не сможете Явно Подгрузить Библиотеку Потому что LD.linux.so Ее не увидят Вот Ну и там Не знаю Базу данных Установили Субэдэ Надо бы Первичную базу данных С нулем С нулем Каличным Пользователей Создать Ну что-нибудь Такое Вот В действительности Есть целая куча мест В которых Такие скрипты Запускаются В РПМ Их всего Два Постинст Принст 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 Постинст Принст Постинст Постинст А в Дебяне Их Шесть Потому что Есть еще Специальный Отдельный Конфигурационный Шаг В пакете Формата Деб Можно еще Запускать Специальный Шеллскрипт Который Настраивает Ваш пакет Вот А еще Есть Такая штука Как триггеры Это вот Что Вы ставите Пакет А у него Есть Скажем Ман Ман Пейдж По-хорошему Надо запустить Апдейт Дб Который Запустит Просканирует Все маны Не апдейт Дб А Ну короче Запустить Запустить Специальный Скрипт Который Просканирует Все маны Перегенерирует Индекс Манов Чтобы быстрее С ними Работать Вот Вы это можете Вставить Ручками В качестве Установочного Сценария В пакет Но поскольку Он совершенно Одинаковый Для всех Пакетов То лучше Сделать Так Написать Один раз Этот сценарий И сказать Положили что-то В user Шаре Ман Надо запустить Данный Трить Кстати С этим С ld Прилодом С ld Конфигом Та же самая история На самом деле Собманул Вот Разумеется Зависимости Помните Экспозиционные Зависимости То о чем Мы говорили С самого начала Пакет Может зависеть От библиотек Каждая библиотека Может зависеть Еще от библиотек Дерево Зависимости Это то Тоже Что входит В понятие Пакет Это пожалуй Самая важная Фишка в линуксе Что пакеты В линуксе Зависит Друг от друга Вот И вы не можете Взять Поставить Просто один пакет Он скажет А вот еще Десяток других Поставьте тоже И это хорошо А не плохо Потому что Изменения В каждом из них И баги В каждом из них Достаточно Исправить в одном Он обновляется И все вместе Как бы Все кто от него Зависит Все эти баги Значит Фиксятся Одновременно Во всем Что используют В какой-нибудь Библиотеке Нашли Как обычно В липпнг Нашли очередную баг Переполнение буфера Типичная ситуация Обновили липпнг Больше у вас нет Переполнения буфера В пнг Ни в одном приложении Использующем пнг Это довольно важно Вот Ну и всякие мелочи Типа того Что вот Те самые файловые Альтернативы Когда у вас есть Два бинарника Которые называются Одинаково И вы хотите Чтобы они оба стояли Ну скажем Вим Который умеет В x11 И Вим Который не умеет В x11 А дальше вы выясняете А кто же из них Вим А кто значит там Вим дефис Что-то там Это вот альтернатива Вот Это уже такие вот Подробности Да-да-да-да-да И какой из них Просто кланк Да Тот который Да Вот тот который Зарегистрирован Как главный Сейчас в альтернативе И есть инструмент По переключению Вот Вот Значит Но это уже Так сказать Другая тема Которой мы заниматься Не будем Значит И разделяет Понятие установщик Пакета Это который Собственно Ставит и удаляет Пакет И говорит вам Не поставлю этот пакет Пока он один Потому что Надо их сразу Ставить в десятером Потому что зависимость Он работает С конкретным пакетом Установщик Установленным Или не установленным А файлом Вот он занимается Зависимостью Проверяет целостность Не побился ли он Вот это все Пакетный диспетчер Который работает Не с пакетом А с репозиторием Он умеет Индексировать Репозиторий Умеет вычислять Дерево зависимости Умеет доставлять Доставлять Все пакеты Из репозитория Чтоб потом Установщик их установил Вот Ну соответственно В терминах Дебиана Установщик Это Деп А пакетный диспетчер Это АПТ В терминах Какой-нибудь Федора Установщик Это РПМ А пакетный менеджер Какой-нибудь Дай бог Память Как у них сейчас Называется В Федоре Раньше был Забыл Никто не знает Про Федору Я забыл Ну а в Альте Значит все просто Пакетный Установщик Это РПМ А пакетный менеджер Это АПТ Так уж у нас Устроено АПТ РПМ Вот И отдельно Сборщик пакетов Причем В подавляющем Большинстве случаев Так случилось Так пошла Эволюция Что инструмент Сборки пакетов Хотя казалось бы Чего общего Между сборкой И установкой Называется Так же Как инструмент Установки 20 ДПКГ Билд РПМ Минус БА Да Вот Почему так Потому что Когда-то Очень давно Когда Тяжело было Репозиторий Сопровождать Понятие Установки пакета Оно было Такое Плавающее Вы могли установить Пакет Из бинарных Обогли Из исходных И была Возможность И такая И такая Люди Как бы Не делали Различий То есть Собирали Прямо у себя И прямо У себя Устанавливали Ну вот И вот Из всего Безобразия Которое Мы сейчас Описывали Мы будем Заниматься Вернее Я буду Сейчас Демонстрировать Только Сборку Пакета И больше Ничего Потому что На другое Нам не хватит Время Вот Пакет С точки зрения Сборки Что это Такое Это Обстримные Исходники То есть Скачанный Архив С обстрима Это Собственные Исходники Например Патчи Или какие-то Дополнительные Файлы Это Спецификация Которая Описывает Всю процедуру Сборки От начала До конца А также Содержит Меду информацию Кстати Вот тут Процедура Сборки Отсутствует Давайте Попробуем Туда Вписать Ее Потому что Это важно Правда Она входит В понятие Спецификации Давайте Мы ее Вот сюда Вставим Вся От Разворачивания Пакета До Его установки И описания Какие файлы Входят В комплект Вот Такое Понятие Что такое Пакет С точки зрения Его сборки Вся Вот эта Спецификация Продается На вход Собственно Сборщику То бишь РПМ Билду РПМ Минус Ба Какой-нибудь После Чего Все Вот это Вот И происходит И вот здесь Вот мы сейчас Попробуем Собрать Новую версию Пакета Под названием Яд Яд Это Ед Иназер Ед Иназер Что? Диалог Совершенно справедливо Ед Иназер Диалог Вот у нас Есть версия 12.0 А в Апстриме Есть версия Я думаю 12.1 Да Точно Вот она Есть Давайте Попробуем Все это Собрать Тут Я хочу Перед вами Измениться Сейчас Будет Дикое Количество Магии Без Особого Ее Разоблачения Вот Я буду Вернее так Я буду делать вид Что разоблачаю На самом деле Заменять одни термины Другими Страдайте Просто Повторюсь Сопровождение пакетов Это тема Целого семестрового курса А у нас На все осталось 40 минут Вот Значит Первое Что мне надо сделать Это Обеспечить мне Среду сборки Сборочное окружение А мы с вами помним Что в сборочное окружение Надо устанавливать Все Сборочные зависимости Я например Даже не могу Это сделать Не хочу Это делать На нашем сервере Практикума Потому что Этот яд Он же Графический И это значит Что мне надо На удаленную Виртуальную машинку Где никакой графики Никогда не было Ставить Все Дивил версии Иксовых библиотеки ГТКшных библиотек Не хочу Что делать Что Контейнером Воспользоваться Совершенно справедливо Я воспользуюсь Контейнером В случае Альтлинукса Этот контейнер Называется Называется Хэшер И Это Самая легковесная В мире Система Контейнеризации Которая Контейнером Отношения Не имеет Мы используем В Хэшере Используется Чрут Ставить Ставить пакеты Вот в это Сборочное окружение Заходить Работать Внутри него И так дальше Но это еще Не самые черные магии Более черные магии Это тот скрипт Который я написал Вокруг этого Чтобы это окружение Не отличалось От моего обычного Вот с этим Вам придется смириться Сейчас мы зайдем На ИР Слушайте А ну даже здесь Должно сработать Я же Это же моя машина Домашняя Очень хорошо Да шо ж такое Хэшер Минус Энит Рутонви Сейчас По идее Должно создастся Сборочное окружение В котором Почти ничего нет Там очень мало пакетов Там ничего собрать нельзя Вот У меня какие-то Что-то долго Может я на другой машине Это проделаю А слушайте Нет Это я к Яндексу буду ходить Ладно Давайте тогда не здесь А вот здесь Здесь будет чуть быстрее Вау Что это было А Вот Вот Здесь это будет слегка быстрее Потому что Эта машина Инспирион Нет Не здесь Отстань противно Не сюда я хотел прийти Вот Вот здесь будет слегка быстрее Потому что Эта машина Значит Факультетское Мое рабочее место Я туда, кажется, заходил Несколько раз у нас В работе В котором Надеюсь, что там Сейчас Данила не собирает питон Это мы сейчас увидим Если Данила там собирает питон То там у нас не получится Такое ощущение, что собирает Сейчас А, да Можно посмотреть топом Да, собирает Понятно Ну что Рискнем Где там у нас ТМП ТМП Занято Только полтора гигабайта Давайте рискнем Ну вот Значит Вот я зашел В сборочное окружение В нем стоит Всего 179 пакет Помним, да Что На этой машине Стоит их Почти 5000 Вот Это базовая Ну шел Там Вот это вся ерунда Давайте даже посмотрим их Да Что тут может стоять Ну Библиотеки Глипси Кориютилс Автокон Что еще там Да Бенутилс Вим простейший Минимум Ват Сеанс черной магии И это мой скрипт Который Который Делает Сборочное окружение Функционально неотличимым От обычного Моего Рабочего места Он туда приносит Конфиги Вима Затшела Ну вот Все 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 удобную штуку Да Вот Пакетов станет Примерно в два раза больше Вот Сейчас мы увидим Как он их ставит Ух Вот Давайте попробуем Вот их 235 штук Стало Но все равно Не Не Сто пицца тысяч Теперь давайте Попробуем собрать Собственно Новую версию Вот этого пакета Который называется Яд Для какой цели Мы сначала Скачаем старую Его версию Значит Что такое Что мы сейчас скачиваем Мы сейчас скачиваем Так называемый СРЦ РПМ Пакет исходников Пакет исходников Это ровно то О чем мы сейчас говорили Это Давайте мы его скачаем Это Исходные тексты Обстримные Наши К ним исправление Патчи Дополнительные файлы И все такое И спек Больше ничего Вот давайте сейчас Йод и Назар диалог Это такой зенити Если вы видели Знаете что такое зенити Зенити Не знаете Инструмент для написания диалогов Ну Господи Это такая программа Да Наверняка же им пользуюсь Вот Примерно так это делается Вот Да Это штука для написания Нашели диалогов С использованием ГТК-3 Она довольно развесистая Она самая развесистая Из всех мне известных Вот Я уже упоминал Упоминал зенити ИК-диалог Вот это еще более развесистая Там даже формочки можно делать Правда Синтексис при этом У них абсолютно убойный Ну Что поделаешь Ну Вот у нее вышла новая версия Значит Так Это была попытка Продемонстрировать Что такое яд Это файн же Вот У меня уже есть Тут структура каталогов Но она абсолютно пустая Это все каталоги В них ничего нету И если мы сейчас скажем РПМ Инстал Ну или ПМ-И просто Вот этот самый Яд С РЦ РПМ Обращаю ваше внимание Это не бинарный Это исходный пакет И установить Исходный пакет Может кто угодно Потому что В действительности Это приведет Вот к чему К раскладыванию По этим каталогам Спецификации Исходного кода Двух патчей И перевода на русский Вот это Обстримный Исходный код Вот это Спецификация В которую мы будем Сейчас заглядывать Она довольно страшноватая Но что поделать Потому что Ее долго надо изучать А это Дополнительный Исходный код Который я написал В виде двух патчей И файла перевода Которого у автора нет Значит Ну вот И соответственно Мы его туда разложили Давайте заглянем В спек Вот спек Который довольно длинный Но не настолько длинный Я хотел показать Как экстерм собирать Экстерм тоже обновился Но там конечно Намного все Нетривиальнее Поэтому я решил Сновиться на ядь Вот Вот спек В котором есть паспорт Название Версия Краткое описание Длинное описание Вот оно Как называется Исходник Что это Ща-ща-ща-ща Вот Так виднее Да Вот Как называется исходник Причем это макрос Видите Да В процент вешен Исходник называется Стало быть В В12.0.tar.gz Вот Какой-то классификатор Сборочные зависимости Раз сборочная зависимость Два сборочные зависимости Строчки Да Как видите Ему понадобится Интернализейшн-тул Здравствуйте Здравствуй Гиттекст Да Библиотека ГТК-3-девел Потому что он на ней написан Да вот Вот эта секция Преп Рассказывает Про то Как нам подготовить Исходники к сборке В частности Их надо запатчить Оказывается Используется Только один из патча И этот патч Видите Комментарий Не используется А еще нам нужно Source 1 Вот этот Ru.po Скопировать В каталог с переводами И еще добавить Что русские есть В переводах Вот Очень хорошо Дальше мы видим Макрос авториконф Знаете что это такое Макрос авториконф Догадайтесь с одного раза С одного раза Просьба Авториконф Что сейчас на мне напишет Да ладно Мы это тысячи раз делали Да Вы просто не помните Порядок ключей Конечно Но это ровно оно Немножко смешнее Со словом конфигуре Потому что Он видите Очень много чего делает Он настраивает C-флагзы Он настраивает As-флагзы Если у вас есть As-M Он настраивает CX-флагзы Для C++ Он Ну тут всякая штука Тут какая-то Мутная логика Которая В общем Не очень интересная И он Запускает конфигуре Сразу С Указанием Платформы Для сборки И кучей Кучей настроек По директориям По каталогам Куда будет происходить Установка И это Как раз И есть Та самая Модификация Которую мы Вносим 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 В систему сборки Для того Чтобы Полученный Бинарник Соответствовал Требованиям Нашего Репозитория Потому что Если мы этого не сделаем ВСР Локал будет ставиться Но мы же знаем Вот Но все это абсолютно Поскольку это конфигурь Тот самый конфигурь Который Автотулзовый Да Мы заранее знаем Все вот эти Все эти ключи Они там всегда есть Вот они Значит Этим макросом И Определяются И поэтому У нас нет необходимости Вот всю эту черную штуку Руками писать Вместо этого Мы пишем Эту штуку Вот так Правда Тут есть еще Три дополнительных макроса Которые я лично Добавил при сборке И в результате Это будет конфигурь Вся вон та фигня И еще вот эта фигня Вот Дальше MakeBuild Давайте посмотрим Что такое MakeBuild Но тоже я думаю Что это Что-то очень не страшное Это MakeBuild Минус G Дальше Количество процессов Столько Сколько Их на той Системе На которой Я сейчас Запускаю Этот build По умолчанию 8 Потому что На этой машине Их 8 Вот Потому что Есть такая утилита Ну вот Значит На этом Секция build Заканчивается Секция install Сначала говорит Make install Точнее Make install STD Давайте посмотрим Что это такое И вы тут увидите Довольно интересную Штуку D О Обратите Внимание Что это просто install Make install С помощью install Только с перебитым Дестдиром И Дестдир Перебит В очень страшное Место В результате Выполнения Make install Внутри Спека По сборке Пакета Установка Будет происходить Вот сюда Это ими пакета Если что Зачем так? А затем Мы с вами Это уже видели Что вот В этом каталоге Будет подказал К USR USR BIN USR Shari Его можно По этому месту Обрезать Сделать Из этого Архивчик И это будет Наш пакет Вот Сейчас мы Это все Тоже увидим Вот А собственно После того Как Отработал Авторский Обстрим Make install Приходит еще Монтейнер Давайте мы Обратно сделаем Вот так вот Приходит еще Монтейнер И говорит Тут еще надо Десктоп файл Установить Для иксов А еще У нас Будет Пакет С Языковыми С переводами И об этом Надо рассказать Чтобы Значит Например Можно было Установить его Без них Есть такая Фишка Для экономии места Можно поставить Пакет Без языков И для этого Нужно вот этот Макрос вызвать Вот А дальше Описывается Какие файлы Входят в наш пакет В документацию Входят вот такие Файлы Все что мы Умудрились Поставить В USR USR BIN Входит в наш пакет Все что мы Умудрились Поставить USR Sherry Icon High color Что-то такое Apps Входит в наш пакет Авторский Make install Почему-то С собой Таскает М4 Расширение Которое Никому нахрен Не нужно Поэтому мы делаем ММ-exclude Оно никому нахрен Не нужно Дальше Все что было Установлено В USR Shary MAN MAN1 Будет Включено В наш пакет Все что в USR Shary Desktop Включено В наш пакет А еще Для GTK Для Для совместимости С GTK Или что там С Glade Ну короче XML схему Мы тоже С собой Притаскиваем Все Это есть Содержимое Того Что у нас Сейчас устанавливается Ну вот А дальше идет Ченжлог Где Монтейнер Объясняет Что он делал С предыдущей версией пакета Вот Собственно Вот Давайте мы попробуем Сначала собрать Старую версию пакета Просто убедиться Что она собирается Кстати она не соберется RPM build RPM Spec Он говорит Не буду вам собирать Потому что В вашем В вашем сборочном окружении Не стоят Вот такие Три Инструмента Понятное дело Что настоящий Инструмент Который Разворачивает Сборочное окружение Конечно же Ставит их туда Это я Решил специально Для вас Продемонстрировать Что сборочное окружение Может быть кумулятивным И мы сейчас Его туда поставим Да Опять Прошу за прощение А Нет Вот это вот Штатный инструмент По установке Такой фигни И вот мы просто Ставим туда же Всю вот эту Вот Тут мы встретимся С особенностью С особенностью Пакетного диспетчера Linux И в действительности К нам приедет Гораздо больше Видите сколько Пакетов было Подоставлено Не три Вот Потому что Все по зависимости Было Да Потому что приехало Все по зависимости Много девела Приехало Ну в общем Вот Ну вот Залезаем обратно Вот И пробуем еще раз Смотрите Оно собирается Более того Обратите внимание На лог Что у нас происходит Развернули Наш бинарник Помните Там была секция Сетап Вот она Развернули Бинарник Секция Сетап Сопровождалась Патчем Отпатчили Секция Сетап Сопровождалась Копированием Какого-то Исходника Куда-то Скопировали Вот она Дальше Секция Билд Помните Авториконф Вот он Авториконф Дальше Там будет Вот он Собрался Тут какие-то Ворнинги Вот он Сейчас Соберется Дальше Там будет Инсталл И в инсталле Ну короче Вы меня поняли Да Весь этот комплект Инструкций По сборке Установки От начала До конца Проделался Сгенерировался В пакет Сгенерились до него Зависимости И Результатом Будет Создание Пакета Уже не бинарного Во-первых Пакета Срц РПМ Нового Заново Собранного Из наших Исходников Такого же Как мы Сейчас поставили Примерно И Пакета Собственно Который Можно устанавливать Бинарного Вот А еще Пакет Дебагинфо В котором Содержится Дебагинфо Помните Мы говорили Что Дебагинфо Довольно Большая Большой Объем Информации Его можно Отковырять От бинарника И положить Рядом Вот Это Ровно Оно Давайте Посмотрим Как Выглядит Отковыренный Дебагинфо Вот Это Все Исходники Нашей Программы А вот Дебагинфо Для Соответствующих Бинарник Да Вот Что-то Я хотел Еще Сказать Ну Тут Какие-то Промежуточные Да Обратите Внимание Вот На Что Что У Нас Давайте Посмотрим Еще Раз В Спек У Нас Поле Requires Зависимость Requires Вообще Отсутствует Есть Только Build Requires То Есть Сборочные Зависимости Есть Эксплуатационных Зависимости В этом Пакете Не указано Вообще Хотя Казалось Бы Это Штука Которая Требует Графический Ну ГТК Штую Библиотеку Еще Что Что Где Все Зависимости На Это Ответ Они Определяются При сборке Автоматически Вот Лог Того места Find Requires Запускается При сборке Достаточное Количество Роботов Которые Определяют А какие Пакеты Еще Потребуются При работе Нашего Вот Как это делается Ну грубо говоря Делается ЛДД Нашему Бинарнику Да Смотрится Какие Он хочет Библиотеки И пакеты Содержащие Эти библиотеки Добавляются В Requires Поэтому Если мы сейчас Проверим Вот Спросим У него Вот так Вот Requires Спросим У него Че он там Requires Довольно Большой Список Вот Видите Ну естественно Нужен Shell Зачем-то Нужен Загрузчик Нужен Липси Нужен Лип Кайра Нужен Лип ГДК Нужен Лип ГИО Лип Глип Лип ГОбжекс Лип ГТК3 Лип МАС Лип Панга Лип Панга Кайра Ну Остальное Не так Важно Вот Эту Штуку Позвольте Мне Сегодня Не Объяснять Это Специфика Дистрибутивов Альт Линукс Связанная С тем Что Мы Здесь Закодировано Какие Конкретно Имена То бишь Функции Из Библиотеки Лип ГТК Хочет Наш Клиент Какие Конкретно Это Сделано Ради Нерадивых Абстримов Которые Не умеют Сонейм И изменяют А библиотеки Не меняя ничего Как догадаться Что при Обновлении Версии библиотеки У которой не сменился Сонейм Из нее Удалились Какие-то функции Никто же этого не знает Поэтому Один из Очень-очень Талантливых Не сказать Гениальных Членов Нашего Сообщества Алексей Турбин Изобрел Вот такую Штуку Что Для каждой Зависимости Формируется Такое Множество Тех функций Которые Нужны Если это Множество Есть в этой Библиотеке То все хорошо Ну и Некоторую Алгебру По сравнению Того Что она Предоставляет Тому Что мы От нее Реквайруем Вот Сказал Что не буду И объяснил Но Вдаваться Не буду Хорошо Так что Вот эти Зависимости Все были Найдены Автоматом Мы руками Ни одной Не проставили Спек Как видите Достаточно Если привыкнуть К этому Синтаксу Достаточно Тривиален Вот к этому Синтаксу Достаточно Тривиален То есть Ну все Тут Объяснил Теперь Давайте Проделаем Обновление Нашего Пакета То есть Мы Во-первых Сходим К Вот сюда И скачаем Новую версию Здесь В12.0 А мы Хотим В12.1 Да Вот эту Какую Вот эту Вот Ну правда Здесь у нас Видите Этот самый Firefox Сходил Контент Диспозишн И он Называется Яд 12 Значит Нам надо Переименовать Или как-то Так Сделать Ну Короче Как хотим Так и Делаем Да Вот Мы Так Для этого Надо Туда Ее Доставить Извините За Извините За Черную Магию Как она Называлась Яд А Даже Не Так Сейчас Секунду Я Вспомню Где Это Лежит А Слушайте А может Мы Не Так Сделаем Давайте Мы По-другому Сделаем Мы Не Так Сделаем Вот Так Сделаем CDM Секунду С РЦ РПМ Нет РПМ Сорсис Вот Сюда Попробуем Скачать Ее Прям Ручками Да Что Что Будет Если Я скажу Вот Так Скачалось Все Давайте Проверим Что Это Он Что Он Целый Отлично Шикарно Ну вот Мы Просто Скачали Новую Версию 12.1 Теперь Давайте Модифицируем Спек На предмет Того Что Он Теперь Называется 12.1 Поскольку Мы Изменили Версию Нам Релиз Не надо Менять Alt.1 Релиз Меняется Тогда Когда Версия Осталась А Монтейнер Туда Придумал Какие Еще Исправления Что Ни Поправил Багу Пофиксил Например Вот Так что Ничего Здесь Такого Секунду Проверю Что Так Работает Нет Да ладно Я же Все Сделал А Ну вот Чтобы Нам Каждый раз Не делать Ну вот Значит 12.1 Нам Надо Сделать Запись Ченжлоги Значит Чтобы Сделать Запись Ченжлоги В Виме Который Я установил В сборочное Окружение Я установил Еще Специальный Макрос Который Позволяет Редактировать Альтовые Ченжлоги Одной Командой То есть Я Сдал Сказал Бэкслэш Ац И он Мне Добавил Новый Ченжлог Обратите Внимание Прочел Новую Ну давайте Напишем Version Up Ничего там Не случилось С этой версией То есть Ничего такого Что Я бы Не мог Исправить Не произошло Вот Короче Вот Да Пробуем Собрать Все это В исправленном Виде Значит К сожалению К сожалению Никаких ошибок Не произошло Вообще-то На обновленные Исходники Могут Не накатиться Патчи Вообще-то У Апстрима Может смениться Алгоритм Сборки И тогда Наш спект Перестанет Работать Ну взял Человек Забил На автокрэп И перешел На цемейк Или еще Что-нибудь Такое Да Но Я Поскольку Готовился К этой лекции Я знаю Что Все будет Хорошо Вот Да Обратите внимание Что поскольку Я здесь Поменял Эту версию А здесь Макрос Вершен Он сейчас Будет собираться Из новых Исходников Вот Ну вот Вот У меня такое Ощущение Что Стойте Что им там Без чего Он собирается Без HTML Ну нет Я не хочу HTML Виджет Это знаете Что он Веб Вебкид ГТК Притащит Да Именно Этого Гигабайта Нам не нужно В зависимости Значит ГТК Сорс Вью Ну я бы Вообще Я помню Что я его Пытался С ним Собрать Почему Почему он Не захотел Не знаю Спалчекин Это тоже Ну короче Без них Так без них Если останется Время Можем попробовать Собрать с ними Ну вот Тем временем Он уже Собрался Давайте посмотрим Никаких новых Файлов Иногда Бывает так Что в Make install То есть Make install Приносит С собой Больше файлов Чем у нас В секции Файлс Написано То есть У автора Появились Какие-то вещи Которых Раньше Не было Но нет Все файлы Те же Вот Тут в общем Ничего нового Давайте посмотрим Шпаргалку Что нам велит Проверить Автор лекции Попытка сборки Собрали Исполнение От Отвалившихся Патчей Выяснилось Что патчи наложились Давайте посмотрим Этот факт Не здесь Ну вот Наложился Патч Отвиньте Он наложился С файзингом Помните Что такое Фаза 1 Это значит Что там Немножко Непохожий Исходник Чисто Теоретически Мы можем Не полениться И Зафрешить Этот патч Чтобы он Был без фаза Вообще Вот Ой Что это за фигня Ну ладно Ну кстати Можно попробовать Это сделать Хотите Не хотите Сделать Качественный Патч Чтобы в следующий раз Он не отвалился Еще Наверное Имеет смысл Это сделать А там Это же очень просто Делается Знаете как Мы сейчас Возьмем RPMBuild Минус BP То есть До патчей Включительно Развернуть Исходники Но не собирать Их Патчи не наложились Потому что Я его закомментирую Теперь Заходим В эту каталог В эту каталог Вот сюда 1 И говорим Ему Патч Минус P1 Кажется А нет Этого патча Нету Он не накладывается А какое там Шоу О С фазом Ой нет Я дурак Я забыл сделать Одну главную вещь Сейчас сделать забыл Ну Сейчас сделаю Я забыл сделать Одну маленькую Главную вещь А вот это новый Хороший Годный Чистый патч Мы его прямо сейчас Обновим И все будет хорошо Кстати у меня Наверное есть Для этого Есть скрипт Который называется Git it Который делает Ровно то же самое Но одним Одним движением Потому что я часто Делаю всю Вот эту Последность Ну вот Вот хорошо Значит давайте Обновляем патч Прямо вот сюда Его за шандалем Git div Все Возвращаемся К нашим баранам Отменяем наш Вариант Пробуем собрать Еще раз Ну вот Видите как он Хорошо приложился Безо всякого Фаза Зачем нужно Обновлять патчи Чтобы в следующий Раз фаз этот Еще не нарос Он может от этого Просто сломаться Да Именно Поэтому уж лучше Пускай он будет Свеженький патч Вот это Конфигурь Отработал Сейчас Отработает Мэйк Ну полное счастье В общем Полное счастье Давайте заглянем В шпаргалку А в шпаргалке Нам говорит Чувак Посмотри на Собственные исходники Надо ли там Что-нибудь Править И тут я вспоминаю Что у меня же Сделанный мною Русский перевод Ну не совсем Мною Я взял Существовавший Русский перевод Но тем не менее А надо посмотреть Не повалилось ли Что в русском переводе Потому что мы помним Что если там что-то повалилось У нас будут просто Untranslated messages Вот Еще одну вещь Обещал рассказать Вот он тут В зависимости проверил Все собралось Все хорошо Дебагинфо Сейчас он еще соберет Ну собственно все Я обещал рассказать Как выглядит Билдрут Вот смотрите Это то место Куда происходил Дест Дир В макросе Make installs.td Вот эта часть Которая Которая Не пакетируется А теперь Мысленно отрежьте Вот эту колоночку Что мы видим Это Дебагинфо Это Дебагинфо Это документация Это схема Это USR Шариман И там где-то еще есть А это USR Биньят Понимаете Да Вот архив Которым является Пакет Достаточно Просто взять И собрать Вот отсюда Вот из этого корня Дальше все это Перенести И дальше Получится пакет Доказательства Вот наш Свежесобранный Пакет Вот этот Вот он Те же самые файлы Ровно они Именно так Как это и происходит Мы ставим В произвольный каталог А дальше берем И говорим Это рут Дорогой рпм Собери из этого Архивчик вот такой Все Такая вот Немудрячая схема Которая Обращая ваше внимание Не требует Участия рута Ни на каком Этапе Вот С учетом того Что я работаю В контейнере В хешере Который Вот такой Мегалегковесный Контейнер Вообще Ни на каком Этапе Не требует Участия рута Там Фейк рут Устроен так Это ЛДПРИЛОД Такой Это такая библиотечка Вот Сейчас покажу Потому что это весело Это вот такая библиотечка Которая ДОПРИЛОДИЦ И дальше Когда человек Говорит Хочу Суперпользователя СУ Системный вызов Говорит Этот самый Сатуит Он говорит Хорошо Теперь ты рут И все действия Которые выполняете От рута Он просто складывает В журнал Чтобы значит Когда ты говоришь Хочу файл Он говорит Так Сейчас посмотрим Ты его не удалял Ли из-под рута А удалял Нет Нигового файла Вот Вот такая вот Забавная штука Которая позволяет Изображать Дать Давать Программе Достаточно Полное впечатление О том Что она работает Под рутом Понятное дело Что все Что действительно Требует Прав рута Работать не будет Но на уровне Какие файлы Куда положить Вот так Вот Такая вот Интересная Особенность Этого конкретно Контейнера Под названием Хэшер Короче Надо проверить переводы Вот Вот наш Да Строки могли поехать Это достаточно Просто делается Потому что У нас же там Используется Автокреп Для перевода Поэтому мы просто Говорим Makeupdate.po Вот здесь Вот Он все Все переводы Меняет И вот Про русский Он говорит Что 579 переведен И один Неточный перевод Давайте заглянем В него Что это за Неточный перевод Вот Что здесь Мне кажется Что это Нормальный перевод Видимо там Какая-то Синтаксическая ошибка Была Или что-нибудь Такое Разрешит Пометки Строк Ну можно Перемен Назвать Разрешить Режим Пометок Строк Да Но я не люблю Гирлянды Родительных падежей Пометок Строк Да пускай Так и останется Мне кажется Мне кажется Это хороший Годный перевод Вот Теперь нам надо Обновить Помните Да Нам надо На основании Короче Мерш надо сделать А не Не надо Мы же обновили Рупо Все Мерш До нас Сделал Вот МСГ мерш Вот этот Помните МСГ мерш Надо делать То это все Делает за нас Все это За нас Делает Соответствующий Авто Авто Тулс Мы просто Сказали Update ПО Вот этот МСГ мерш Который он Сделал Ну вот Короче Все Надо Только этот Рупо Забекапить Новый Туда Вот На место Старого Вот И теперь Мы можем Смотрите У нас там Все будет Теперь переведено Давайте еще раз Это переведем Можно кстати Написать в чейнжлоге Что я обновил Русский перевод Вот Сейчас напишем Давайте напишем Вот Тем самым Мы собрали Новую версию Пакета Которую Я могу даже Попробовать Поставить Сейчас на Вот этой Базовой машине Сюда Только Надо Скачать Вот Тем самым Обновить Давайте попробуем И на этом Закончим Разговор Хотя Там Есть Еще Одна Еще Одну Лекция Тематика Про то Как я Это буду Помещать В репозиторий Но я Не буду Это делать Потому что Времени Нет И Это будет Здесь Здесь Хотя бы Мы видели Куски Которые Мы В этом Семестре Трогали А вот Помещение В репозитории Это отдельная Совершенно Тема Ну вот Давайте Попробуем Действительно Сейчас Скачать Этот пакетик Оттуда С грепа Вот Хэшер Чрут УСР СРЦ РПМ Что там РПМ Х8664 Архитектура ЯД 12.1 Вот этот Да Ну скажем В ТМП Из-под рута Сейчас мы его Поставим А Вот Где он Вот он Да РПМ Ну Абгет Инстал ТМП ТМП Я сказал Стань противный П Я Вот Значит Я воспользовался Пакетным диспетчером Под названием Абгет Который сейчас Поймет Что нужно Не просто Установить файл А обновить его Пакет Видите Он Запускает РПМ В таком Установщик В таком режиме Что он обновляет пакет Вот этот 12.1 Заодно Давайте потестируем Насколько он работает И видимо Он будет работать Знаете Что сейчас происходит Маны Пересчитываются Ман ДБ Все Их там много У меня Напоминаю Почти 5000 пакетов И это еще быстро Потому что Мы перешли на Ман ДБ А раньше Там для каждого Мана Отдельно Форматер Запускался Это был ужас Ну вот все Сейчас закончится Вот Вот эти сообщинки Это значит Апстрим Грепа Теперь издевается Над людьми Говорят Не используйте Егреп Пишите Греп Минус Е Не используйте Егреп И всякий раз Когда у вас В шелскриптах Встречается Егреп Вылезает Это сообщение Ну вот Ну давайте Что ли Еще раз Посмотрим Что там с ядом Тут к сожалению Нету ничего Такого разумного Ну давайте Попробуем Вот так Вот Сейчас Ну вот Это написано На яде Вроде как Работает Вот По хорошему Надо конечно Какие-то еще Тесты запускать Ну там Изменения-то Были копеечные Надо Можно кстати Посмотреть Див Правда Копеечные Поэтому ну вот Вот Значит Соответственно Это значит Что все Сработало И мы можем Помещать эту штуку В репозиторий Все у нас Вот хорошо Осталось Немножко времени Собственно И немножко Его осталось Про то Кто такой Монтейнер Который Сегодня уже Упоминал Это человек Который делает Все то Что вы Сегодня видели Плюс Плюс Он Помещает Пакет В Репозиторий И это Целый Тоже Отдельный Квест Пакет Надо бы Подписать Потому что Иначе Его сборочница Не примет Закачать Специальное место На сборочнице Сборочница Увидит Что вы говорите Ей Собирай Вот этот Пакет Мы Закачиваем На сборочницу Пакет Из исходников Небинарный Сборочница Сама Сама Его В изолированном Окружении Кстати В том же Сам Хэш Только Еще и Без сети Без всего Собирает Тестирует На наличие На соответствии Полиси Тестирует На интеграцию В репозиторий На наличие Анметов На вот это Все Тестирует На установку Вашего Собранного Свежесобранного Пакета В чистое Окружение А то мало Лишь что Может быть Там какие-то Ну Функциональные Зависимости Ваш Install script Так написано Что нельзя Установить пакет Такое бывает И если все хорошо Помещать пакет В репозиторий И с этого момента В репозитории Публикуется Новый пакет И следующая Сборочница Если вы поставите Зависимость На этот самый Яд Будет уже Использовать Яд 12.1 Вот Все это Довольно Интересная тема Ну например Как Вы собрали Новую версию Библиотеки Вообще-то У вас 100-500 пакетов От нее Зависит И некоторые Пайби Несовместимы Потому что Вот этот самый Набор Помните Сатвершин Или например Раз просто Сунейм Поменялся Вы не можете Эту новую версию Поместить в репозиторию Вы должны сделать Один большой Совокупный Задание В которое Вы пересоберете Вы и ваши товарищи Комьюнити Пересоберут Все зависимые пакеты Дальше нажать Одну крупную педаль И следующее Состояние репозитория Окажется Опять консистентным Опять не будет Амметов Только так Это можно сделать Иначе вы будете Разрушать репозиторию Но эта тема Довольно сложная И к ней Надо быть готовым Просто я к тому Что помещение Пакета в репозиторию Это непростая задача Для Монтейнера Вот И на этом Как бы Вы Воспроизвели Наш Классический Классический Разговор Чего именно Мы вам не расскажем В нашем курсе Вот Да Вот этого всего Мы в вашем курсе Не рассказывали Но мы Вы могли видеть Что основой Скелетом Для деятельности Монтейнера Является как раз Сборка Работа В данном случае Автотулсом Вот И Размещением Пакетов Файлов пакета Где-то в Конкретных местах Вот такие дела Значит На этом Мы Видимо Заканчиваем Наш разговор Вот У нас Домашнего здания Не будет Когда Выйдет Срок Штрафов За 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 Просроченный Дедлайн Можно будет Уже посчитать Оценки Автоматом Вот Ну нет Просто он Еще не закончился Ну у нас Было предыдущее Задание Там Неделя Плюс неделя Вот это Плюс неделя Еще не закончилось Ну помните За Первую Неделю 50% За Все остальное 25% Вот 50% Еще не Закончилось Не помните Оценка Так Ну вот это Вы даете А вдруг Я этого не написал А да Точно Это по питону Так Ну не важно Да До дедлайна 5 баллов После До дедлайна 4 Но потом Еще есть Одно Понижение Да 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 Вот это Оно и есть Да Просто по моему Дедлайн Еще не вышел Ну не важно Мне все равно Бога ради Бога ради Конечно Конечно То есть смотрите У меня вообще нет Глобального дедлайна Это проблема Вашей учебной части Просто у некоторых Людей Некоторые люди Захотят поставить себе Оценку по спецкурс В зачетную сессию А ну вот Понимаете Да Вот И тогда Вот 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 Именно про это Поэтому Я рассчитываю К следующему Понедельнику Вторнику К следующему вторнику Финишировать С предварительными Оценками автоматом Вот Напоминаю Что зачет Это 4 и выше Вот они 3 Но Если я помню правильно Прошлогоднюю формулу То если Например Хорошо Как это Очень Очень хорошо Решить все Задания Но в последний момент То это можно Даже 5 Получить То есть Там есть Такая послабуха Что Я все равно Тут гляжу глазками Если кто-то У кого-то Что-то Скопипастил То Трудно Такой теме Вот Короче Рерайт Всяких Автокрепов Это Невозможная вещь Да Вообще Вообще-то Всегда Видно Что человек Сделал Сам Или Не Сделал Все Вот Значит На этом Как бы все В следующем Семестре У нас Про Линукс Пока что Планируется То что Называется Сети в Линукс Вот Довольно Забавная Штука Всем Рекомендую Правда Мнения Насчет Этой Штуки Расходятся Мне казалось Что я По-быренькому Все на пальцах Очень круто Объяснил А человек Который Все это Досконально Делал Но был Не в теме Сказал Что некоторые Домашние Задания У него По 6 часов Занимали Вот Поэтому Видимо Надо Мне Подумать Как Сделать Более Плавным Погружение Людей Которые Не в теме Вот Вот Такая Вот Штука Пройдемся По стеку Протоколов И посмотрим Как этим Рулить Изнутри Линукс Системы А под Конец У нас Еще Будут ВПН И Файрволы Ну так Введения Одна Лекция Про ВПН И одна Про Файрвол И одна Еще Про СССХ Кажется Про ССССР Вот Это Что касаемо Линуксовой тематики В следующем семестре А Все остальное В следующем семестре Это питончик Который Совместная Разработка И Если Буду жив Архитектура Риск Файв Вот Такие дела Если есть Какие-то вопросы По Нынешней теме Задавайте Если нету Тогда Всем Всем До свидания Вот И Спасибо За то Что Вы тут Без меня Поддерживали Поддерживали Активность В чатике Потому что Мне действительно Как-то тяжелее Когда у меня два экрана Надо как-то с этим Бороться Вот До новых встреч В эфире Спасибо большое Что были с нами Приходите еще Я надеюсь Что у нас Все продолжится Все Всем спасибо Спасибо за субтитры